Субтитры делал DimaTorzok Особенно глупо, когда паника вызывается нереальными проблемами и угрозами, а страхами и химерами, не имеющими никакого отношения к действительности. Вот во всем мире рушатся рынки, терпят крах банки и финансовые компании, бывшие до недавнего времени столпами надежности. Наш человек уж точно знает, что делать его небогатый, но яркий опыт, диктует ему никому не верить, вынимать деньги отовсюду и скупать доллары. Это как пострадавший на пожаре запасается водой во время наводнения. Как заявил министр финансов Германии Пьер Штайнбрюк, единственным источником кризиса являются Соединенные Штаты. США теряют статус мировой финансовой сверхдержавы. 2008 год будет годом перелома. Почему самые богатые и успешные стали причиной кризиса? Тут придется начать с самого начала. Все хотят быть богатыми, то есть иметь много денег. Как сделать так, чтобы в экономике было много денег? Надо просто их напечатать. Но нам известно, и об этом нам постоянно напоминает наш министр финансов Алексей Кудрин, что если просто напечатать денег, а количество товаров останется такое же, то товары просто стоят дороже, и что то же самое, деньги обесценятся. А вот если на рынке вместе с деньгами возникает еще какой-то товар, то можно увеличивать количество денег, а значит и количество богатства, и никакой инфляции не будет. Вот этот товар называется акция. И ценные бумаги всякие. Которые выпускает предприятие для своих финансовых нужд. И эти акции обращаются на рынки, и по эти акции выпускаются деньги, которые этот оборот обслуживают. То есть осуществляется денежная эмиссия. В 90-х годах рост денежной массы в США происходил в три раза быстрее, чем увеличение объемов ВВП. Этот дисбаланс не привел к инфляции, поскольку излишнюю денежную массу поглощал раздувшийся фондовый рынок. В 2000 году суммарная стоимость акций на нем почти в два раза превышала ВВП США. В 29-м году стоимость акций превысила ВВП всего на несколько десятков процентов. В результате разразилась Великая депрессия, из которой Америка выбралась только благодаря Второй мировой войне. То есть изначально предприниматели или предприятия выпускали акции для того, чтобы собрать деньги и вложить их в дело. Можно, конечно, просто взять кредит. Но кредит надо отдавать с процентами. А так ты как бы берешь себе покупателей акций в соучастники, в партнеры. Однако один раз выпущены акции, дальше начинают жить своей жизнью, совершенно не связанные с теми, кто их выпустил. Фондовый рынок – это и есть жизнь этих акций. И его масштаб, емкость определяется не столько даже количеством и ценой этих акций, сколько количеством перепродаж, транзакций. Рынок разрастается до неимоверных размеров. И то, что с ним происходит, имеет все меньше касательства к жизни тех, кто эти акции выпустил. Реальных эмитентов. К так называемой реальной экономике. То есть формируется фиктивный капитал и фиктивная экономика. Это чисто спекулятивный смысл, который в продаже и перепродаже вот этих самых ценных бумаг. Четверть века назад средневзвешенный срок нахождения акций в одних руках составлял 4,5 года. По прошлому, 2007, 4,5 месяца. И это средневзвешенное с учетом наличия крупных мажоритарных акционеров, контролирующих большие пакеты акций собственных предприятий. А есть еще вторичные бумаги, выпускаемые на эти акции. Как бы акции на акции. То есть, например, это акции фондов, которые сами работают на рынке с другими акциями. Акции страховых компаний, которые страхуют риски этих фондов. И так далее, и тому подобное. То есть один и тот же капитал отражается в огромном количестве разных бумаг. Все это кредитуется банками, и таким образом раздувается и номинальное богатство, и номинальная денежная масса. Вот когда мы сравниваем национальное богатство США с соответствующим показателем какой-нибудь страны, не имеющим такого развитого фондового рынка, ну хотя бы с Россией, мы видим огромную, как бы непреодолимую разницу на порядок. При том, что значительная часть этой разницы составляет вот этот огромный, как теперь выяснилось, смертельно опасный спекулятивный пузырь. Созданная американцами система финансового паразитизма превратила, в конце концов, все реальные ценности в деривативы. Вторичные бумажки, фикцию, недоминижимость, нефть, продовольствие и, главное, деньги. Главным деривативом, бумажкой, стали мировые деньги. Доллар США. На самом деле нет уже никакого рынка недвижимости, никакого рынка нефти, металлов, зерна. Есть взбесившаяся пустая денежная масса, как саранча, мечущаяся по рынкам и пожирающая их друг за другом. Лопается огромный фондовый пузырь, обеспечивавший колоссальную эмиссию денег. И этими деньгами был доллар США. Доллар стал мировой валютой благодаря реальным успехам Соединенных Штатов. Это и успехи американской высококонкурентной экономики, и успех американской политики. Мощный, циничный и прагматичный результат сосредоточения огромной доли реального мирового богатства в Соединенных Штатах. Вопрос в том, как они этим положением воспользовались. Вторая мировая война позволила Америке не только выйти из Великой депрессии. Снабжая, вооружая и кредитую своих союзников, Америка многократно увеличила свою индустриальную мощь и одновременно сосредоточила у себя львиную долю мирового богатства. Кредиты по Ленд-Лизу, выдаваемые союзникам в первую очередь Британии и Советскому Союзу, оплачивались золотом. При том, что валюты всех стран, переживших войну, кроме США, были обесценены инфляцией. Америка сосредоточила у себя 70% мировых резервов золота. На конференции в курортном местечке Бреттон-Вуд в Нью-Гэмфире в июле 1944 года была создана новая валютная система, позволившая нормализовать послевоенные финансы капиталистического мира и закрепившая абсолютное финансовое господство США и американской валюты. Суть системы проста. Доллар обеспечивается золотом, а все остальные валюты стран, вошедших в систему, обеспечиваются долларом. К началу 70-х ситуация кардинальным образом изменилась. Количество наличных и безналичных долларов в международном обороте неимоверно выросло, а золотые запасы США непрерывно сокращались. Доверие к доллару подрывалось огромным дефицитом платежного баланса США. А окрепшие новые финансовые центры в Европе и Японии выпускали свои валюты, способные конкурировать с долларом в качестве резервных. Открытую войну доллару объявил генерал Шарль де Голь. 4 февраля 1965 года на традиционном брифинге в Елисейском дворце де Голь заявил, трудно представить себе, чтобы мог быть какой-то иной стандарт, кроме золота. В международном обмене высший закон, золотое правило, которое следует восстановить, это обязательство обеспечивать равновесие платежного баланса разных валютных зон путем действительных поступлений и затрат золота. Весной 1965 года на рейде Нью-Йорка бросило якорь французское судно. В его трюме находилось 750 миллионов наличных долларов. Первый транш суммы, которую Франция потребовала обменять на золото в буквальном соответствии с Бреттон-Вудскими соглашениями. Димаш де Голли вызвал истерику президента Риндона Джонсона, замученного кризисами холодной войны. За французами без публичного ажиотажа, но не менее настойчиво потянулись центробанки Германии, Канады и Японии. Золотые запасы США сократились до критических размеров. В марте 1968-го американцы впервые ограничили свободный обмен долларов на золото. 15 августа 1971-го президент США Никсон объявил о временном запрете конвертации доллара в золото. 8 января 1976-го на конференции в Ямайке Бреттон-Вудская система была официально похоронена. Эмиссия мировых валют начала производиться по принципу финансовой пирамиды. Нет никакой сферы бизнеса, сферы человеческой деятельности сравнимой по доходности с эмиссией, то есть с печатанием денег. Проституция и наркоторговля – неконкурентоспособность с точки зрения нормы прибыли. Вся экономическая, общественная, интеллектуальная деятельность растачивается на расширении этой самой эмиссии. Можно обозначить качественный рубеж, после которого долларовая эмиссия утратила всякие сдерживающие границы. Это крах СССР и формирование так называемой однополярной системы. Китай получил возможность создать крупнейшую производящую экономику в мире. Финансовые воротилы нарастили свое номинальное богатство, однако Америка лишилась рабочих мест. Вместо этого она получила возможность субсидировать потребление и имитировать полезную трудовую деятельность за счет неимоверного раздувания финансового рынка. Финансовый сектор сегодня составляет больше трети американской экономики. Америка – это 40% мирового потребительского спроса, половина из которых обеспечивается за счет чистой эмиссии, то есть производства ничем не обеспеченного доллара. Вот представьте себе долг в 50 триллионов долларов. Это примерно столько, сколько должны американцы. Это долг федерального бюджета, долги корпораций, долги домохозяйств. Дело даже не в том, что этот долг невозможно вернуть. Долг как минимум нужно обслуживать, то есть платить по нему проценты. Так вот, если у вас ставка по процентам близка к нулю, вы можете легко перекредитоваться. Но если ваша валюта дешевая, а вы продолжаете ее в огромных масштабах выпускать и выпускать, для того, чтобы оплачивать долги, искусственно поддерживать потребление, то эта валюта начинает падать в цене. И все было бы неплохо, если бы не риск, что эта валюта рухнет совсем. И тогда закрывать дыры будет вообще нечем. Поэтому федеральная резервная система, американский Центробанк, и вынуждена была повышать ставку. Но даже небольшое повышение ставки при таких огромных долгах означает невыносимую нагрузку для экономики. Вот в этом, все более сжимающемся коридоре, и металась американская финансовая политика. И дометалась. Первыми рухнули так называемые инвестиционные банки, столпы системы, главные надуватели фондового пузыря. Кризис вступил в открытую фазу. Финансовая система, построенная на независимых инвестиционных банках, прекратила свое существование. Из пяти банков один, Лемон Братас, обанкротился. Два, Бер Стернс и Мэрил Линч, проданы за бесценок. И два оставшихся, Морган Стэнли и Голдман Сакс, преобразованы в банковские холдинги, что позволило им получить доступ к дешевым деньгам госбюджета. В избежании банкротства практически национализирована крупнейшая страховая компания AIG. Что означает банкротство крупнейшего страховщика, который как раз и страховал от банкротства? Это значит, что все его клиенты и есть банкроты. Национализация – это запоздалый ответ советской экономики от американской победившей в холодной войне. Но национализация банкротов – это реальный путь банкротства самого государства и их национализирующего. Именно этим объясняется сложная реакция рынка на пакет Буша. Гениальный план спасения. За государственный счет скупить долги потенциальных банкротов и восстановить их платежеспособность. После недолгих препирательств, стоивших Америке обвала рынка, как и предполагалось, Конгресс одобрил пакет мер по спасению американской финансовой системы. Минфин получил возможность выкупить у банков и финансовых компаний плохие активы, то есть долги, которые невозможно вернуть, на сумму в 700 миллиардов долларов. На сегодняшний день пакет оброс дополнительными обещаниями, увеличивающими его почти вдвое. Но настоящим гвоздем программы спасения глобальной экономики стало решение, принятое финансовой семеркой. Европейский Центробанк, банки Англии, Швейцарии и Японии снимают все ограничения на предоставление своим банкам кредитов в долларах США до 30 апреля 2009 года. ФРС США обеспечивает долларовое покрытие в любых потребных количествах. Это поток долларов практически ничем не ограниченный. Представить себе, что эти деньги реально будут вынуты из карманов налогоплательщиков, невозможны. Значит, это та же необеспеченная эмиссия. Еще раз, основная причина нынешней финансовой болезни – это печатание необеспеченных долларов для покрытия возрастающих долгов. Единственный наблюдаемый способ лечения – выпуск дополнительных необеспеченных долларов. Наркоман лечится от ломки новой дозой. То есть никто никого не лечит. Гудбай Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджон, сыграй, где нам прощать не надо. Не стали слишком малы Твои терпые джинсы. Нас так долго учили Любить твои незаметные плоды. Твои терпые джинсы. Возьми банджон, сыграй, где не был никогда. Услышу ли песню, Которую заболю навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok